МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 13 апреля 2012 года. Новая Зеландия. Именно здесь была сделана уникальная фотография. На небосводе чётко видно неизвестное науке небесное тело. Эксперты предполагают, это не Биру. Десятая планета нашей Солнечной системы. Знание о Нибиру оставила нам древняя цивилизация шумеров. Они называли обитателей этой планеты богами. Астрономы точно знали данные Нибиру. Орбита — сильно вытянутый эллипсоид. Период обращения вокруг Солнца — 3600 лет. И вот Нибиру появилась в объективах телескопов в точно предсказанное время. Большинство людей уверенно, где-то во Вселенной живут разумные представители других миров. Многие хоть раз в жизни замечали в небе необычные явления, которые принято называть неопознанными летающими объектами. А некоторые даже контактировали с пришельцами. Елена Луговая — жительница подмосковного поселка, одна из тех, кто стал таким контактером. Однажды вечером Елена гуляла с собакой на окраине поселка. Неожиданно окрестности озарились сильным светом. А в ушах женщины зазвучала музыка. Елена как будто оцепенела. Она только могла наблюдать, как некий огромный цилиндрической формы аппарат висит над старым дубом. И тут собака подошла и к моей руке, и меня носом тыкнуло в руку. И все, все разрушилось, вот это состояние. И они тут же взлетели выше и моментально над полем унеслись, и прям светящийся точку. Но передача информации от неких существ все же состоялась. Правда, произошло это через год. Елена попала в страшную аварию. За рулем был ее муж. Он не справился с управлением, и машину выбросило за дорожное ограждение. Перевернувшись несколько раз в воздухе, автомобиль оказался буквально нанизанным на арматуру строительного участка. Елену на скорой увезли в реанимацию. Рентген показал тройной перелом позвоночника. Это было, значит, на рентгенских снимках. А на следующее утро они опять сделали снимки, и уже было все чисто, никаких переломов не было. Но ночью у меня был контакт. Ночью сквозь сон женщина опять услышала звучание странной музыки. На ее фоне раздались слова. Кто-то стал рассказывать об устройстве жизни во Вселенной. И чем дольше длилась беседа, тем лучше себя чувствовала Елена. Боль прошла. На утро врачи только развели руками. Их пациентка была полностью здорова. Это невероятное происшествие стало началом нового этапа в жизни Елены. У нее появились необычные учителя, наставники. Лишь стоит задать вопрос, как некто сразу же дает ответ. Они выбирают определенных людей, которые способны их воспринять, с тем, чтобы передавать свою информацию. Но с какой целью эти загадочные существа из космоса посещают нашу планету? И зачем им общаться с нами? Есть ли какие-то разумные силы космоса? Или земной, там, другой какой-то цивилизации, находящейся в параллельном мире, в другом частотном диапазоне, которые я вообще назвал бы иномерянами, может быть, так правильнее говорить. Преследует цель наблюдать за Землей и сохранять на ней цивилизацию. Такой точке зрения придерживается большинство исследователей. Небесные гости постоянно следят за развитием человека. Подкидывают ему идеи и новые знания. Как правило, в виде озарений. Наиболее прогрессивным индивидуумом земной расы. Так происходило в прошлом, так происходит и сейчас. Они помогали Земле, становлению Земли, и они ее обучали. Обучали тому, что она должна знать. И не более того. Вот как ребенок идет в школу, из него не делают гения, не делают кого-то в обычной школе. Его просто учат, чтобы он знал, чтобы у него были знания, была информация. И они, так сказать, выполняли роль вот этих учителей. Физик Виктор Булаев демонстрирует свое изобретение. Биоэнергетическая капсула, или сокращенно БИКАП, может любого человека отправить в путешествие во времени. Это устройство коррекции биоэнергетического потенциала человека. То есть, и в последнее время мы их называем так. Устройства, которые предназначены для оздоровления и повышения экстрасенсорных способностей. Вот повысив экстрасенсорные способности, да, человек может путешествовать во времени. Изобретение Булаева связано с другим гениальным открытием. Так называемыми зеркалами Козырева. Специальная система вогнутых алюминиевых отражающих поверхностей была изобретена известным российским ученым, астрономом и астрофизиком Пулковской обсерватории Николаем Козыревым. Эркала Козырева являются энергетическим инструментом, который призван работать с энергетикой человека. И то, что они являются тем источником, который принимает энергию человеческую, трансформирует ее, передает снова, Это, безусловно, уже всем ученым современным ясно. Внутри зеркал Козырева изменяется ход времени. А у людей, помещенных в алюминиевые цилиндры, появляются паранормальные способности. Телекинез, телепатия, трансляция мыслей на расстоянии. Эти опыты заинтересовали и Виктора Булаева. Он решил на основе зеркал Козырева создать прибор, который мог бы лечить людей. О том, что зеркала Козырева можно использовать подобным образом, ученый узнал из собственных снов. Как будто кто-то невидимый показал ему его будущее изобретение. Сначала идет информация в общем, как она должна выглядеть. А потом, когда что-то непонятно, в следующих сеансах уже идет информация по отдельным блокам. И еще, что я там получаю интересное для себя, это то, что у меня раньше сновидения были очень редкие и короткие, то сейчас сны длинные-длинные. Итогом этих сновидений стали три удивительные установки Биг-Ап. В народе они сразу же получили название машины времени. За почти фантастический эффект. Попадая внутрь нее, любой желающий может легко увидеть свое будущее. У меня был недавно из Челябинска подросток, 13 лет. Так вот он увидел красивую девушку, он очень хорошо ее описал, какая она. Вот очень интересно. Вот может он ее встретит, не знаю когда. Он ее описывает. Когда описывает так, что не вообразишь, это действительно он что-то увидел. Поэтому вот с точки зрения человека, наверное, многим нужно знать, что делать, что не делать. Вот у меня, например, были такие случаи, когда я вот что-то увидел и не придал этому значения. А это произошло. Хотя я в это не поверил, этого не может быть. На самом деле это произошло. Бикап имеет вид трубы, сделан из стали. Внутри зеркальная поверхность. А специальный лазер создает торсионное поле, которое положительно влияет на человека. Установка сама решает, как долго человеку предстоит в ней находиться. Установка сама удерживает. Когда мы человеку говорим, вылезай раньше времени, а мы как в медицине думали, 20 или 30 минут и все, выходи. Он говорит, что мне глаза открыть не могу. То есть установка вводит его почти что в гипнотическое состояние. Ну, многих вводит. Ощущение времени в бикапе меняется. Пациенты отмечают, один час в установке пролетает, как 15 минут. Мне позволили прикоснуться к тому информационному полю, которое существует на нашей планете. Вот так. То есть на любой интересующий меня не вопрос, а запрос я получала объяснение, которое при повторении подтверждалось, то есть правильно я поняла или нет. Видимо, человеку пришла пора научиться смотреть в свое будущее. Следующий этап – изобретение реальной машины времени. То, что это произойдет, никто уже не сомневается. На станции «Киевская кольцевая», которая была открыта в 1954 году, есть необычная мозаика под названием «Борьба за советскую власть на Украине». Мозаика существует, ей может полюбоваться любой желающий. И сделать это весьма просто. Приехал на станцию «Киевская», посмотрел на эту мозаику и увидел этого странного партийного деятеля или молодого человека, который одновременно говорит и по телефону начала 20 века, и одновременно держит в другой руке мобильный телефон и сидит перед ноутбуком. Существует соображение, что многие открытия были совершены учеными совершенно не случайно. Но к ним они пришли неожиданно. Так сделал свои открытия Карл Гаусс, так Ломоносов многие свои законы открыл, так Никола Тесла свои изобретения сделал. И уж совсем интересной фигурой является Леонардо да Винчи. Это уникальное явление не только эпохи Ренессанса, но и всей истории человечества. Жизнь Леонардо да Винчи полна загадок. Слишком гениальными для своего времени знаниями он обладал. Леонардо разработал чертежи вертолета, бронированного танка, управляемые ракеты, подводные лодки, миномета и парашюта. Леонардо да Винчи – основоположник современной анатомии и ботаники. Он был великим скульптором и художником. Даже спустя почти 500 лет его Мона Лиза притягивает взоры людей. Величайшие гении человечества, такие как Леонардо да Винчи, так много дали человечеству, что, казалось бы, в их время это невозможно. Вот невозможно дать такие опережающие, ну просто принципиально другие какие-то идеи. А я не могу, так сказать, другого объяснения дать, как только следующее. Им в голову такие мысли пришли. То ли они сами подсоединились к мировому информационному полю, то ли кто-то их там включил, это неважно. Они сумели подсоединиться к вот этому вот общепланетарному знанию. Удивительно и история открытия периодической таблицы химических элементов. Не случайно она пришла в голову именно Дмитрию Менделееву, человеку пытливому в науке, но и не отрицающему мистику. Знания о системе химических элементов были для того времени настолько необычны, что небесные учителя позаботились о максимально щадящем режиме их передачи. Менделеев увидел свою таблицу во сне. А вот еще один удивительный артефакт. В японском городе Камакура есть изваяние Великий Будда. Его высота 13,5 метров, и оно было отлито в 12 веке из семи отдельных частей. Хорошо видны сварочные швы, которыми соединены эти части. Но электросварки в 12 веке не было и быть не могло. Значит, явно не обошлось без помощи инопланетян. Эта древняя табличка была найдена в Месопотамии, где 6 тысяч лет назад проживала первая человеческая цивилизация – Шумеры. В центре мы видим Солнце, а вокруг Луна и планеты Солнечной системы, включая Плутон. Но есть еще один неизвестный современной науке космический объект – планета Икс. Ее-то Шумеры и называли Нибиру. А вот еще одна табличка. На ней изображены странные существа с головами птиц и рептилий. Шумеры называли их Анунаки. Эти существа когда-то прилетели с Нибиру и создали на Земле жизнь. Там стоят боги в непривычном для нас образе, облике. У кого голова птицы, у кого голова змеи, у кого голова другого животного. Может означать только то, что эти божества были первоначально не человеческого облика. Возможно, они приняли человеческий облик в общении с древними землянами, чтобы их не пугать и чтобы их не настораживать. Своим подопечным Анунаки передали удивительные знания. Первые люди на Земле умели точно диагностировать болезни, удалять катаракту. Обладали знаниями о дезинфекции и антибиотиках. Общественный строй, педагогические и медицинские навыки, судостроение и строительство гигантских сооружений. Все это подарки из космоса. Шумерская цивилизация давно исчезла. Но неведомые небесные учителя продолжили наблюдать за нашей планетой. На Земле сохранилась масса доказательств инопланетного присутствия. На древних наскальных рисунках есть изображения странных овальных предметов, удивительно похожих на летающие тарелки, и странных фигур в скафандрах. Археологи нашли диски с крыльями и на шумерских глиняных табличках. Эти наскальные рисунки завели в тупик многих археологов, многих историков, которые до сих пор членораздельно не могут прокомментировать их возникновение и их назначение. И даже те предметы, которые изображены на головах людей в этой наскальной живописи. В Египте найдены многочисленные рисунки крылатых созданий. Все это говорит о том, что пришельцы общались с древними людьми и обучали их разным ремеслам. В древние времена представители высокоразвитых цивилизаций или представители иных цивилизаций могли появляться перед людьми, не скрываясь от них, передавали им напрямую свои знания, обучали их ремеслам, искусствам, различным наукам, формировали у них религию. И чем это могло быть вызвано? Ну, я думаю тем, что люди были по своей природе чище, что люди были духовно совершеннее, они не были еще испорчены теми благами цивилизаций, которыми испорчен современный человек. Если Библию читать несколько отстраненно, то можно заметить, эта книга тщательно задокументированный отчет об инопланетном контакте. И в Ветхом, и в Новом Заветах описана сложная иерархия неких существ. Серафимы, Херувимы, Архангелы и Ангелы. Исследователи считают, что все эти божественные создания – ничто иное, как пришельцы, которые прилетали на Землю. Некоторые из них остались здесь навсегда. Люди их называют богами, потому что они как бы идут сверху, они дают знания о том, о чем люди не знают. В книге Еноха есть сведения о падших ангелах. Они рассказывают ему об астрологии, метеорологии, учат выплавлять сталь. То есть ангелы подготовили Еноха к сугубо земным делам, явно понимая, что он передаст эти знания людям. А вот еще одно доказательство существования ангелов. В Новом Завете в Откровениях апостолов есть история святого Петра. В 34 году нашей эры царь Ирод бросил его в Иерусалимскую темницу. И когда Петр спал между двумя стражниками, через стены к нему пришел ангел. В Откровениях четко написано – ангел прикоснулся к кузнику и позвал его за собой. Затем взглядом открыл дверь и усыпил стражников. Так крылатый посланник Бога вызволил святого Петра из заточения. Во времена святого Петра, апостола Петра, были ангелы, которые ему являлись, которые ему указывали, как дальше себя вести, что дальше делать, что говорить, помогали ему всячески в его делах. То сейчас ангел-хранитель несколько трансформировался. Они либо выбирают контактеров, с которыми общаются, либо являются узкому кругу избранных личностей, либо их информация приходит в виде голосов, которые звучат в уме, опять-таки, выбранных ими персонально контактеров. Сегодня многие уверены, ангелы-хранители незримо присутствуют в их жизни, оберегают каждый шаг. Так может, эта уверенность не случайна? Это отголосок прошлого? Человеческое подсознание помнит, некто свыше всегда охранял людской покой. Так было тысячи лет назад, так есть и сейчас. Информация дается каждому своя, по его сознанию и по направленности этой информации. Бывает закрытая совершенно для какого-то государства, особенно для России. Бывает информация общая для всех жителей Земли. И часто такой информации для человечества все больше и больше и больше. Москвичка Светлана Литовченко обладает уникальным даром. Ученые называют его психографией. Феномен автоматического письма. Выражается он в том, что рука человека сама начинает выводить некие тексты. Как будто кто-то невидимый водит пером по бумаге. Психография – это еще один способ передачи данных от высших существ в низшем. Причем речь идет о самых разных, часто совершенно незнакомых человеку темах. Я брала чистый лист бумаги, авторучку, садилась в определенный час по договоренности и записывала синхронно все, чему меня учили, что мне рассказывали. И так у меня продлилось уже 15 лет. До сих пор Светлана Васильевна помнит все мельчайшие подробности своего первого сеанса. Однажды поздним вечером женщина услышала таинственный голос. Он предложил ей в определенный день и час быть готовой получить новые знания. Для этого лишь требовалось сесть к столу, взять бумагу и ручку. Литовченко все исполнила в точности. И рука сама начала писать. Слова складывались в предложение об улучшении экологии земли. Мне уже рассказывали о том, как я буду работать с радиацией Чернобыльской АЭС. И после чего у меня пошли все мои сеансы на обучение. Меня обучали, рассказывали, как я должна города чистить, убирать негативные поля. Как работать с морями, реками, океанами. Светлана Васильевна силой мысли старалась воздействовать на наиболее загрязненные участки нашей планеты, как учили ее невидимые учителя. Я это сделала и спросила, как я сделала это, насколько. Они сказали, что им очень понравился мой подход, что я все правильно сделала. В те годы Литовченко работала научным секретарем в лаборатории академика Анатолия Ахатрина. Известный ученый выдвинул теорию существования частиц в десятки раз меньших, чем электрон. Он назвал их микролептоны. Эти микролептоны составляют тонкое поле Земли. Именно из них состоит аура человека. В одном из сеансов Светлана Литовченко получила для своего руководителя знания от высших сил. Как именно создать фотоаппарат для фиксации энергетических образований? Просто он обычный фотоаппарат, но к нему есть вот эти приставочки, которые делают его как бы вот иным. Вот. И вот воздействие в перефотографировании мы выявляем то, что невидимо обычным глазом. С помощью этого приспособления было зафиксировано множество необычных явлений. Это фотографии Солнца, сделанные уникальным фотоаппаратом. На них четко видно, рядом со светилом постоянно присутствует неопознанный объект округлой формы. Что это? Неизвестная планета Солнечной системы? Или космический корабль инопланетян? Ясно одно. Некто хотел, чтобы люди увидели это удивительное небесное тело. Иначе зачем академику Ахатрину через Светлану Литовченко были переданы эти удивительные знания? А вот еще одно изобретение, которое было получено с помощью автописьма от неведомых космических учителей. Оно тоже было воплощено в жизнь в лаборатории Ахатрина. Специальный прибор, который с высоты птичьего полета может точно обнаружить и зафиксировать месторождение полезных ископаемых. Нефти, газового конденсата, алмазов, золота, воды. Излучение. Любые. Золото, нефти, газы, воды. Все на Земле имеет свои излучения. Как каждый человек имеет тоже свои поля. Вот. И они невидимы так вот взглядом. А на самом деле они все существуют. До сих пор эти уникальные разработки были под грифом секретно. Сегодня эти приборы существуют только в виде опытных образцов, сделанных самими изобретателями. Но уже очевидно, эти знания обязательно пригодятся человеку. Но не всегда вмешательство иных существ направлено на помощь и развитие человечества. Зачастую таинственные силы используют свое могущество, чтобы стереть с лица Земли слишком зарвавшихся представителей земной цивилизации. Стихийные бедствия возникают там, где у людей уже давно копится социальная какая-то напряженность. Социальная, эмоциональная напряженность, недовольство и так далее. Иногда это, так сказать, возбуждает с помощью каких-то специальных, так сказать, действий. Кто-то это организует. Возможно, именно инопланетяне истребили Содом и Гоморру, организовали ядерный взрыв. А чума, которая в средние века выкосила миллионы, была не иначе, как средством прекратить духовное падение жителей Земли. Принимали пришельцы участие и в войнах, чаще в качестве наблюдателей. Это нормальная логика неких наблюдателей, которые приближаются к месту потенциального выброса энергии, чтобы оценить ситуацию. Я не говорю о том, что она должна быть, эта ситуация прекращена или там изменена каким-то образом, но факты говорят о том, что такое наблюдение вот фактически происходит с самолетами, с ракетами. Но иногда инопланетные силы активно вмешивались в ход сражений. 329 год до нашей эры. Александр Македонский планирует завоевание Индии. Согласно древним текстам, когда армия великого полководца уже готовилась форсировать Инд и захватить Индию, в небе появились летающие диски. Они стали бомбить боевых слонов. Животных охватила паника, и они бросились обратно, сметая все на своем пути. Тогда генералы наотрез отказались идти дальше, посчитали, что это дурной знак. Другая демонстрация мощи неведомых космических сил относится уже к нашему времени. Июль 1943 на планете свирепствует Вторая мировая война. Главная арена боевых действий территория Советского Союза. Знаменитая Курская битва. Во время танкового сражения под поселком Прохоровка неожиданно появился неопознанный летающий объект. Советское командование решило, что это новое секретное оружие противника. Но какое же было удивление, когда сотни немецких танков резко заглохли. Боевые машины Красной Армии сразу же воспользовались неожиданным преимуществом. Как мишени в тире были расстреляны обездвиженные танки противника. Так с помощью НЛО советские войска одержали победу. Такое удивительное развитие событий явно было не случайным. Висело дискообразное тело какое-то время, потом оно куда-то исчезло. Конечно, оно не могло повлиять на исход сражения, потому что тысячи машин стоят с другой стороны. Одна машина выполняла функцию наблюдательную. 1983 год. 50-я дивизия ракетных войск специального назначения Прикарпатского военного округа. Над позициями неожиданно появляется летательный аппарат явно искусственного происхождения. Летел он по такой траектории, что сбить его было невозможно. Солдатам оставалось только наблюдать эту зловещую тарелку, которая была внушительных размеров. Метров 30 в поперечнике. то, что сработала система самонаведения и самозапуска ракет на командном пункте, это можно объяснить только вмешательством НЛО. И таким образом это, я предполагаю, было тестирование нашей ракетной базы, которую провело НЛО по своему усмотрению. Зачем это оно провело такое тестирование? Для чего это ему нужно было? Это уже другой вопрос, на который ответа пока нет. Это значит, что вот-вот могла начаться Третья мировая война. Но когда до пуска остались считанные секунды и казалось, сделать уже ничего нельзя, все неожиданно прекратилось. Это чрезвычайное происшествие тщательно изучалось в самых высоких кабинетах. Версия провокации со стороны земного противника, то есть США, даже не рассматривалась. Уже в те годы военные всерьез опасались, что более могущественные силы в любой момент могут напасть из глубин космоса. Но скорее всего космические пришельцы просто дали понять людям с ядерным оружием шутки плохи. О том, что нельзя отмахиваться от предупреждений из космоса Владимир Авдеев знает не понаслышке. В свое время он получил информацию японское правительство ведет неправильную политику по отношению к другим странам. И что если она не сделает, не изменит свое отношение, она погибнет полностью как нация. было это за неделю до землетрясения, которое произошло 11 марта 2011 года. Именно тогда в небе над Японией были зафиксированы неопознанные летающие объекты. Когда начинаются сильнейшие планетарные какие-то катастрофы, вулканы, землетрясения, наводнения и так далее, возникает, появляется минулог. Причем Фукусимское НЛО на самом деле фиксировалось не один раз, а несколько. И в обоих случаях это были групповые такие полеты. Сегодня, по словам Авдеева, японский премьер-министр сменил свою политику. И его стране больше не грозит уничтожение. Более того, небесные кураторы приготовили для Японии удивительный подарок. Высшие космические силы стали поднимать со дна океана остров, равный по площади примерно всей площади современной Японии. Как знак, как благодарность за принятые меры. Все это Владимир Авдеев узнал от пришельцев. Впервые такие знания он получил в 81-м. с тех пор полностью посвятил свою жизнь изучению разумных сил космоса. Через яснослышание диалог, как по телефону разговаривали, только что единственное, надо было ждать несколько секунд, когда, скажем, мысль пошлешь, пока от них ответ придет, надо было ждать несколько секунд. Оказывается, наша планета переходит в новое состояние. Каждый раз это сопровождается катаклизмами для людей. И такой переход переживут далеко не все. Худшие представители человечества погибнут. Эту информацию Владимир Авдеев тоже получил от пришельцев. Тех, кто как раз и курирует этот переход. Они много информации давали, и в 2006 году было принято 19 официальных текстов. Прекраснейшие тексты по программе 12-го сном года. Вот этого тяжелого нашего предстоящего перехода. В этих текстах зафиксированы все будущие преобразования Земли. Переход в новое измерение начнется с конца 2012 года. А длиться он будет порядка трех лет. По прошествии которых полностью изменится внешний облик Земли. Этот процесс уже начался. Произошло отклонение оси Земли. И была в то же время заменена магнитная сетка Земли. и что интересно вот я специально наблюдал интересовался фотографировал подвижка идет потепление в чистые энергетические пространства которые сохранили вот ну как бы ну не перевознанную частоту но близкую вот к той которая была раньше на планете когда не было ни войны. магнитный фон именно вот в этой башне. В этом мире будет новый климат а сами люди перейдут в новое измерение станут высоко духовными существами. мы сейчас вот перейдем на новый эволюционный уровень от людей полуживотных к людям полупогам останутся те души которые выдержат вот все время сейчас повышающуюся частоту вибрации. Эти почти фантастические на первый взгляд знания подтверждаются исследованиями ученых физиков. Один из них доктор физико-математических наук профессор академик Олег Фейгин. Многие годы он занимается вопросами квантовой физики электроники и космологии. Его открытия удивительным образом подтверждают все теории Владимира Авдеева. Современная физическая теория открыла настолько странную структуру окружающего мироздания причем в вполне научном плане Насколько парадоксальное явление связанным с этим что фантасты оказались далеко позади ученых. Это необычная ситуация. По мнению профессора Фейгина наша Вселенная имеет неисчислимое количество копий. Поэтому правильнее ее называть мультивселенная или мультиверс. в каждом из параллельных миров мультиверса живут одни и те же люди. Но так как в разных вселенных разные физические законы, то возможности у этих людей не ограничены. Есть такое понятие, как стечение исторических различных обстоятельств, которые очень странно могут отражаться в данном каком-то человеке. Вполне может быть, что Гитлер остался бы художником, если бы в свое время его мать получила хотя бы небольшое наследство и он бы так и рисовал в Вене. Из этой теории вытекает версия, что некие высшие силы, которые постоянно помогают человечеству, это мы сами. Но из другой вселенной с более высоким уровнем интеллектуального и духовного развития. Это значит, что за инопланетян люди принимают самих себя. А все изобретения, советы и подсказки дело их собственных рук. Как свет отражается от зеркала, возвращается к нам точно так же от каких-то подпространств бесчисленных копий возможно отражаются наши собственные отблески цивилизации и возвращаются к нам. А мы пытаемся интерпретировать их, ну, совершенно, я бы сказал, как микроскопом забивая гвозди. Считая, что вот это какие-то там прочие-прочие божественные сущности, они смехотворно просты и элементарны по сравнению с тем миром, который нам предлагает наука. По мнению ученого, переход нашего нынешнего мира на другую ступень, а точнее в параллельную среду, тоже вполне возможен. И путей перехода великое множество. Один из вариантов это квантовый скачок преобразования. При этом вполне возможны и гибель большей части населения, и тотальная смена климата. Пазл совпал. Именно эти знания и получил от своих неведомых информаторов Владимир Авдеев. Это сила, которая спасет Землю и оставшееся человечество. Вот именно те 2% людей, которые достойны дальнейшей эволюции при более высокой частоте вибрации уже людей полубогов. Эти же знания заложены и в мировых религиях. Там говорится будет последняя битва. Бог победит сатану. Возможно таким способом зашифрована информация о Великом Переходе. Москвичка Валентина Хрусталева одна из тех, кто посвящен в тайны бытия. Женщина обладает уникальными знаниями об истинном устройстве мироздания. Эту информацию она получила от некоего небесного собеседника. Стоит ей только задать вопрос, так сразу же от него приходит ответ. Информации так много, что Валентина Анисимовна не успевает ее запоминать, поэтому старается все сразу же записать. Так собрался материал уже не на одну книгу. Мне надо самое главное написать о мироздании, что же есть на самом деле. Впервые разговор с небесным собеседником произошел 27 мая 1985 года. Валентина Анисимовна увидела перед собой светлое пятно. Постепенно увеличиваясь, пятно превратилось в овальную фигуру высотой около полутора метров. и вдруг в этом овальном просвете как в зеркале появилось сияющее изображение красивой черноволосой женщины. Через минуту образ стал медленно исчезать. Что это было Валентина Анисимовна понять не могла. Но с тех пор у нее появился особый дар. Ко мне стали ходить сущности с золотыми нимбами вокруг головы. И они-то меня стали обучать и рассказывать. По словам Хрусталевой люди некий эксперимент высших существ. Созданные из биомассы некоторые особи получаются с браком. И как негодные детали без сожаления откидываются своими создателями прочь. Нас создатель делал из биомассы сделал и запустил поток. Поточно умирают рождаются и так далее. это идет поточно. И в этом мире как говорится поточном такой жизни могут быть всякие недочеты. Получается что люди это просто чьи-то игрушки. Некто проводит на земле эксперимент и постоянно наблюдает за тем как он проходит. До сих пор высшие силы наблюдают за человечеством и смотрят как оно развивается. Возможно что чаша их терпения будет переполнено и если человечество начнет новую мировую войну то это будет последняя война в его истории. Но пока сохраняется статус-кво. Под чутким присмотром неведомых наблюдателей человечество размножается. А гениальные способности и великие таланты лишь лотерея. Кому-то достается математический склад ума. А кого-то небесные посланники награждают непреодолимой тягой к творчеству. Город Гагарин Смоленской области. Здесь живет необычный композитор. Анжей Кравцов создает настоящую музыку для инопланетян. Хотя еще совсем недавно он и не подозревал о своих талантах. Значит в определенный момент я стал осознавать что знаю некоторые вещи просто из ниоткуда. Я считаю что это только мое мнение личное что это результаты этих контактов и скрытой информации которую я не слышал но которая несомненно была передана и которая должна была какое-то время усвоиться. С тем что творческие таланты это всегда проявление каких-то высших сил не согласится разве что скептик. Моцарт писал я всегда в хорошем настроении и отлично себя чувствую когда ноты толпятся в моей голове входя в нее с величайшей легкостью как и откуда они приходят я не знаю и никак не причастен к этому Петр Ильич Чайковский тоже постоянно слышал музыку в голове ему оставалось лишь перенести ее на нотный стан Анжей тоже уверен его музыка приходит из космоса это таинственные небесные композиторы дарят ему такие способности бывают некие озарения вот после этого случая у меня начали проявляться озарения я чувствую когда люди умирают не все а только из близкого окружения за 12 лет своего творчества Анжей выпустил 5 альбомов космической музыки его композиции звучат во многих документальных фильмах о космосе а недавно по мотивам именно его произведений была написана серия картин художником Алексеем Дроботовым он использовал мелодии Анжи как источник вдохновения именно под эту музыку вот эта вот работа создана вот от музыки Андрея да точно так что тут это у меня просто возник такой вот образ навеялось музыкой может быть это инопланетяне один смотрит на другого но где-то самая влюбленность там какая-то может быть земная присутствует или космическая история развития цивилизации явно формировалась при активном участии пришельцев возможно только благодаря им человек появился на свет как вид сейчас мы стоим на пороге нового этапа своего существования недаром 20 век ознаменовался шквалом открытий в области компьютерных технологий не просто компьютер а искусственный интеллект и в этом искусственном интеллекте мы видим воплощение настоящих зеленых человечков вполне вероятно что компьютерные сети очередная технологическая разработка космоса для планеты Земля это удобный и быстрый способ вести за человечеством постоянное наблюдение извне но с какой целью они это делают ответ на этот вопрос мы можем получить в самом ближайшем будущем о взрыве зону в зону звезда эффект э в зону в зону в зону Редактор субтитров А.Семкин